Вот снимаю специально, чтобы показать цены, ну и вообще, чем тут занят народ. Для меня, да, человека, который скаут, которому деньги легко не достаются, конечно, цените эти. Ну, только как раз в жизни зайти, что-нибудь покушать, да. Диковаты просто. То есть, при этом, чистые пруды я сейчас показал, да, как бы, что они там, ну, не чистые вовсе. При этом все эти, в общем, понты, все это, вот, грустно. Ни деревьев, ничего нет, то есть, безжизненность, вот эта вот, пустота, лишенная какого-то, хоть какого-то привязки к живому. Абсолютно все закатано в асфальт, в эту плитку. Это при том, что фигачит солнце, да, ярко, даже вот там, где деревья, парки какие-то ощущаются, ну, гораздо приятнее. Просто иду вот по памятным местам, ностальгирую не сильно, потому что уже вообще все отбито, да, все вообще. Где-то было там, не со мной, как художественное какое-то произведение, которое переосмысливаешь. Может, книгу когда напишу или киносценарий там, мало ли. К чему приводит гонка за баблом, продажа себя там, в конце концов, к стоянию на месте, вот к этому загниванию, во всех смыслах, да, даже вот в архитектуре, в каком-то, вот. То есть, вот показатель, парковка машин. Есть пример Японии, там, Кореи парковки, подземные автоматические, ну, то есть, чтобы не забивать улицу. Нет, все же, на уровне 90-х годов, как осталось. Про электрички я уже говорил, старые. То есть, бегаю, ура, вперед, блядь, электрички 90-х годов, которым, ну, 28 лет, можно так сказать. В метро, в метро, в метро, в смысле, досталось. Вот тут же роют опять, в очередной раз. Вот это Рытья, в другом. Копай, 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 вон, Гастарбайтеры там, в оранжевых робах, с лопатами. В общем, закапывается, в итоге, весь потенциал, все остальное. Идем к центру. Интересно. Как бы, причем, я сам не лезу на общение, да, ну, как бы, реагируют иногда очень люди. Странно. Вот, в частности, задался мысль найти телефон, и мне просто повезло. Зашел в тот самый универваг, и продавец оказался, наверное, один из немногих москвичей, молодых, лет 25-28, служивший в армии. То есть, потому что он считает, что мужик должен послужить в армии. И когда разговаривали, он имеет мечту побывать в Японии. Ну, я ему сказал, будешь в этом году. И купил мне телефон. Сразу мне его подключил. Ну, как бы, вот, прикольно. Какое-то взаимное движение людей, когда есть, каким-то мыслям, оно к чему-то приводит. И тут же снял на этот телефон сюжет в процессе сперва. То есть, такой эффект энергетический получился. Аккумулятора должно хватить. Ну, особо вот никакой ни эстетики, ни красоты не видно. То есть, это вот эта модель предлагается всей стране вот такого вот. Бестолково. Вот еще копают. Копай, копай. Вот это, как бы, ну, даже сам звук вот этот скрижачий бьет по мозгам. То есть, да, вот я приехал, допустим, отдохнуть на чемпионате. Хотя я забил на этот футбол, мне не сдался никак вообще. Не интересует, спасибо. Ну, как бы, ну, разве это вот, разве это что-то опять-таки, ну, врачу-мозговеду попадешь. То есть, я вот пытаюсь переорать, я на 8-битном зауженном канале, вот этот шум гамп. Только вот голосом своим, да, командирским. Ну, это ж, прости боже. Вот классно вот выглядит здание тут. Чипулеки. Да они, чипулеки тут везде, емко. Куда ни сунься, везде. Москва-баш. Кругом чебуреки. Вот такой богатый внутренний мир, как это окно. Вот еще одно такое. И это... Писторетики танков, тогда города в частном, чего-то. Мне, кстати, уже выговорили за съемки, когда я сидел в кафе, снимал, какой-то шкеп начал орать, что я нарушаю закон о информации. Это, конечно, было вообще клоунское. Я уж не знаю, что это, жирный хомячок такой. Ну, натуральный такой. Полудепутатского вида хомячок, что он о себе возомнил. Я ему вежливо сказал, что он вообще, как бы, даже в задний план не войдет в сюжет. И не мечтает пусть. И в то же время объяснил, что есть такая штука, как свобода быть самим собой, человеком. То есть я снимаю сюжет какой-то, как я кушаю, разговариваю. Кого волную, да? То есть их вот, эта ментальность, уродов, блядь, полицейщины вот этой вот, вот этих вот барей, которые тебя нагнали, вон, холопов, и всяких черножопий делать за ним, и стоять вот такими вот. То есть, ну, она просто, она гнилая, гнилая напрочь, неконструктивно. Вот еще классное здание, ну, наверное, на нем и завершим. Сюжет, потому что оно, как бы, тоже отражает его историчность. Оно действительно старое. И вид его фатальный просто, закрытый какой-то порнографией, да, там. Он, ну, как бы, вот, как весь вид нашей великой страны, закрытый порнографией вот этого государства коррупционного, приватизированного. Он, собственно, без слов говорит обо всем. Кратненько. То есть, при этом я такой порнографией сейчас буду кричать, что тут это случайно. Да, да я его могу, вот, я уже второй день тут брожу, я могу его вам сейчас отдельно наснимать. Ну, просто будет сюжет сплошная порнография, но я это делать не хочу. Это Китай-город называет. Потому что, ну, солнце хорошее, настроение хорошее. Я этого не вижу, оно мне как бы... Но я с этим никогда не соглашусь, да, улица Малоросейка. То есть, жить вот в такой порнографии, да, ну, нахуй. Побойтесь Бога, господа, граждане. Нельзя так... Так! На компромиссы на такие ни в коем случае нельзя. Поэтому этому городу будущее они светят, он будет частью уничтожен, частью трансформирован теми процессами, которые запущены уже космически. Это не будущее России и уже даже в какой-то момент даже не ее настоящее. Это уже прошлое все. Причем прошлое такое, не очень и живое. Настоящая Россия на востоке, там, где-то, за Уралом. От Йобурга и дальше. Она возродится очень скоро.